Я рад приветствовать вас на телеканале «Импакт» программы «Влияние». Спасибо, что вы с нами. Программа «Наши встречи» и «Наши общения» будет очень интересной. Интересной. Поэтому приглашайте ваших друзей. Даже поднимите ваш телефон, трубку вашего телефона и позвоните вашим друзьям или родственникам. И скажите, интересная программа на «Импакте» на влиянии интересных гостей. Я предоставляю специального гостя. Сегодня у нас впервые в эфире. Это дебют Сослан Караев. Добрый вечер, доброе утро. Приветствую. Добрый вечер. Ну, welcome. Мы общались, Сослан, с тобой до эфира. И твое свидетельство, оно потрясающее. Оно потрясающее. То есть, каждая из свидетельств о том, где человек мог быть и где его Бог находил, откуда извлекал, оно по-особому интересно. Но у нас впервые в эфире представитель осетинского народа. Поэтому я весьма рад. Welcome. Как мы и говорим, welcome. Итак, пару вопросов я тебе задам. Вначале. А потом мы разговоримся, и у тебя пойдет. У тебя речь пойдет. Я уверен, что Бог даст тебе правильные мысли, правильные слова. И в конце ты будешь обращаться к нашим зрителям. То, через что ты прошел, то, каким образом Бог спас тебя. Из, скажем, немногочисленного количества из осетин, которые все-таки пришли к Богу не по традиции, не по православной вере или религии, но так искренне пришли к Богу. Ты один из таких представителей, ярких представителей, что Бог делает сегодня. Поэтому начнем с того, Сослан, как ты пришел к Богу? Откуда это пришло? Где ты в это время находился? Тебе слово. Ну, спасибо. Я вообще благодарен Богу, что сегодня имею такую возможность находиться у вас. Я вообще, честно говоря, никогда и не думал, и не мечтал, что когда-нибудь, во-первых, буду в Америке. Вот, по Божьей милости, я сегодня в Америке, и, по Божьей милости, я сегодня у вас вот на телевидении. Меня зовут Суслан, я сам с Северной Осетии, родился в осетинской семье. Родители у меня коммунисты были, мать, отец. Отец у меня был начальник Укрцветмета Северной Осетии, партработник. Дома постоянно партработники собирались, мать, инженер, конструктор. Нас четверо детей было. Они в нас детей влаживали все самое хорошее. Но мы, честно говоря, три брата и сестра. И я, честно говоря, рано хотел повзрослеть, знаете. Думал, сигарета, думал, меня мужчина сделать. Первое, чего я начал, это сигареты. Знаете, в школьные годы, я в школе учился, всегда говорили, Богу, нет, у человека от обезьяны. Но я, честно говоря, знал, что что-то есть. Я никогда не хотел соглашаться, что я от обезьяны, знаете. Ну, честно говоря, дома папа поклонялся Богу. Он резал баранов, быков. Даже праздник у нас такой есть. Черную курицу резали, знаете. Коммунист? Он же коммунистом был. Да, коммунист был. Несмотря на это поклонялся. Несмотря на это, у нас все вот эти праздники, знаете, они и так поклоняются. Язычники там, жертву надо принести Богу. Ребенок рождается там, праздник какой-то, все, надо жертву было приносить. И русские люди тоже у нас там живут. А русские люди обычно Пасху отмечали там, яйца красили. В этот день все русские люди были выпившие. Я всегда думал, что какой-то ритуал совершают. Но все равно понимал, что хоть ребенком что-то есть. А что не понимал? Ну, подавляющее большинство населения Осетии, это просто сплошные язычники или чуть-чуть есть православные? Не, ну, язычники, ну, язычники, православные, знаете, какие, может, языческое поклонение, это жертву приносят. У нас поклоняются кустам, деревьям, вот такое жертвоприношение. Будучи даже православными. Да, будучи даже православными, знаете. То есть это просто мертвая религия, мертвая религия. Мертвая. Богу поклонения бывают такие, в рог от дучей головы алкоголь наливается, и все Богу только с этим графином, с этим рогом поклонения Богу. Богу вот так происходит, знаете. И есть святые кусты, места святые, куда там деньги кидают, рощи есть святые, куда ездят, надо там в этой роще специально барана зарезать, знаете, вот такое жертвоприношение. А мусульмане есть в Осетии? Да, мусульмане тоже есть в Осетии. Но доминирует, кто доминирует? Язычники? Безбожные. Да, язычники, да. Доминирует больше всего язычников. У нас и Бог по-другому называется. Ластерджи. Астин его Ластерджи называет. Он на коне такой вот, знаете. И вот когда началось, ты увидел, что все-таки тебе захотелось все-таки и покурить, и попить уже в детском возрасте. Да, в детском возрасте родители в нас влаживали все самое хорошее. Папа нас даже в детстве как-то баловал, знаете, там и деньгами баловал, и вот этим всем баловал. И вы можете представить, я вот так рано повзрослеть, рано я стал себя считать умней, чем мой папа, мама, знаете. И в школе у нас даже мальчик один был с баптистской семьей. Он не был пионером, и я не был пионером, потому что балванным был. И мы с ним даже дружили, знаете. И вот так в школьные годы мои продолжались. Постоянно у нас рядом сады, огороды. Прошу прощения, то есть какое-то что-то общее уже у вас на то время было с баптистом этим мальчиком? Да, с баптистом этим мальчиком. Но вы можете писать, мы дружили с ним, а на баптистов в мои годы, мне сейчас 44 года, вот скоро 45 уже будет. Но мы тебя поздравляем авансом. В мои годы на баптистов очень плохо говорили, там детей в жертву там приносят, все такое. И мне говорили, Суслан, что ты с ним дружишь, у тебя папа коммунист, а он там баптист, он туда-сюда. Я это слово даже баптист, ну не понимал. Интересно. Но уже знаком был со словом баптист и с баптистским мальчиком. Ты знаешь, что у меня произошло в армии? По причине того, что я отказался от притяги, меня отправили на Дальний Восток, ну туда на север практически. И когда начали сильно теснить, это еще было за коммунистического режима, начали теснить, давить, чтобы я принял присягу, на что я категорически отказался, когда я шел в армию. Так что интересно, что нашелся из Кавказа, нашелся мусульманин, настолько искренен, что он отказался принимать присягу. И мы друг друга настолько поддерживали. Я говорю, Махмуд говорю, почему, ну мне-то понятно, почему ты не принимаешь присягу. А все его друзья с Кавказа, там много у нас Кавказа, приняли присягу. Он говорит, Аллах запрещает. И ты знаешь, Саслан, вот я не знаю, как у тебя отношение с баптистом было, но я выхватил эту мысль, что-то ты общее находил. Точно так я находил с этим мусульманин. Он меня поддерживал. Не принимай, Юра, стой до конца. А я говорю, Махмуд, не принимай. И ты знаешь, чем окончилось? Окончилось очень плохо. Когда меня на БАМ, на Байкало-Мужскую магистраль, уже бросили в тайгу, я получаю письмо, Бог сохранил меня, изберег, видишь, я неплохо выгляжу, правда, и в здравом уме. И мне сказали, что его за чем охотили. В армии, когда говорят, за чем охотили, это довели до такого состояния, из-за того, что он не принимал присягу, что он попал в психушку. И я в душе, я когда получил это письмо, я в душе молился. Говорю, Господи, если бы, вот смотри, как он стойко стоит против коммуниста, если бы, говорю, Господи, у тебя какая-то милость была к этому, который поддерживал меня, мусульманин поддерживал меня. Поэтому я чуть-чуть уклонился в сторону, но когда ты сказал, что у тебя дружба была с баптистом, у меня так некая дружба с мусульманином была. Продолжай, пожалуйста. И вот так вот в школьные годы как-то вот, ну, ктянуло к старшеклассникам, вот ребята, которые уже там балванные были, к ним тянуло. И у нас рядом, я помню, такой случай был, возле, где мы жили в пятиэтажке с родителями. Там у нас сады-огороды были. И мы детьми туда залазили, яблоки воровали, черешню, сливу, как все дети. Домики взламывали там, разные инструменты, надо, не надо. И один раз с одного домика вышел заключенный, вы можете представить, с этого домика. Он убежал с тюрьмы и там в садах-огородах прятался. Он был чуть старше нас, и мы его сначала испугались. И с детьми разбежались. А он нас остановил, разговорились. Вроде нормальный паренек. И мне его так жалко было. Стемнело. И я его привел домой, в пятиэтажке живу. И в подвале его поселил. Сетку от кровати, спиральную печку, кастрюлю там, рубашку, штаны там, вот такое. И он вот так вот, мы с ним дружили. Я его татуировки разглядывал. Он мне рассказывал, какая татуировка, что обозначает. Я говорю, это что, это что обозначает, знаете. И вот в школе как-то вот эти комсомольцы, пионеры, как-то ко мне не приняли меня. Какое-то чуть-чуть такое озлобление было, как-то на красную власть. И вот этого преступник мне рассказывал за тюрьмы. И я думал, правда, тебе так понравилось. Мне сильно понравилось. Ты смотри. Я думал, в тюрьме должен отсидеть, думаю, каждый парень должен, чтобы мужчиной стать, в тюрьме отсидеть, знаете. И я там в подвале, у него между пальцами имя свое наколол, соус, крест на пальцы, знаете, и думал, один раз, наверное, все-таки придется отсидеть. И вот так вот обороты, грех набирал, непослушание родителей, сигарета, вот это все, знаете, алкоголь мог себе позволить. Это в юном возрасте. В юном возрасте, да. Отец коммунист, дома партработники собираются в галстуках, с Украины часто к папе приезжали, папа на Украину ездил, знаете. У меня папа даже не курил. Я курил, а папа не курил. Можете такое представить? Оказывается, коммунисты тоже неплохие были. Ты говоришь, что тебя, вас хорошо воспитывали, да? Да, ну, влаживали все самое хорошее. Мать старалась, отец старался. Хотя и Бога не знали. Да, отец в разъездах был, мама в нас влаживала, мать и женя. Вы скажи, пожалуйста, осетин, ну, кавказские, кавказские семьи, они крепкие. Да, они очень крепкие. А чем это, чем это вызвано? Ну, я не знаю, как-то у нас на Кавказе чуть-чуть, знаете. Семейные узы, настолько родственные узы. родственные, друг за друга. Там секир башка и все, да? Друг за друга очень сильно. У нас в роду, вот, у меня фамилия Караев, у нас в роду, да, даже папа у меня не курял, у нас в роду никто не курил, не пил, ни наркотик, тем более, не употреблял. И вот у меня, вот, в детстве все началось с малого, знаете, с непослушания родителей. И вот, в детские годы, у меня все мои сверстники были такие, которые могли себе алкоголь позволить, родители не слушали. И у нас как бы своя компания была. И четыре друга у нас было, три осетина и ингуш. И у ингуша было день рождения, Магомед его звали. И можете представить, мы на день рождения посидели, на день рождения дома у него алкоголь не выпили, хотя уже выпивали себя, за старших считали, что мы уже взрослые. И вот так вышли с дня рождения, взяли гитару, в детском садике алкоголь, все, и думаем, день рождения продолжается. И вот так мы выпили, там покурили, и там взрослые ребята к нам подошли, и произошла драка по ножовщине, и мы вот так вот порезали ножом, и мне семь лет запросили, и шесть дали. И тебе, сколько лет тебе было? Мне было пятнадцать лет. Пятнадцать лет? Да. И дали семь лет? Да, семь запросили, и шесть дали. Нам сделали показательный суд, к нам пришли со школы, все, учителя, наши сверстники, и такой показательный суд сделали, вот смотрите, что у вас ожидает, что вот, к чему это все их привело. Родители в шоке были? Родители. Мама сначала узнала, папе боялась сказать, все-таки надеялась, что меня отпустят. Папу, ну, с коммунистов могли там выгнать, там вот такое, очень серьезное. Потом она все надеялась, что не посадят, и папе не говорила. А когда уже сказала, уже поздно было, знаете, меня посадили, все, и вот так я поехал в детскую трудколонию, город Майкоп, это Краснодарский край, и вот четыре друга, нас, три Астин и Ингуш, везут в 88-м году в детскую трудколонию, и мы едем по этапу в Столыпини, в Беслане нас загрузили, и по этапу едем, и можете представить, вот в Краснодарскую тюрьму нас привозят, и там транзитная камера, и там все режимы, общие, строгие, особые, взрослые заключенные, и нас четверо детей. Детей, да. И один дедушка заключенный увидел, что дети в камере, и говорит, мне почему-то так сказал, говорит, а, говорит, если в детстве, говорит, сел, говорит, всю жизнь, говорит, будешь в тюрьме сидеть, знаете, такое, как пророчество мне сделал. Я на него посмотрел, на этого дедушку, ему ничего не сказал, а про себя в мыслях думаю, да, ну, думают тебя старые, думаешь, и ты всю жизнь отсидел, думаешь, я всю жизнь буду сидеть. Вот один раз отсижу, такой умный стану, больше меня никто не поймает, никогда не посадит. И так оно и стало, можете представить. В детскую колонию нас привезли, в детской колонии была борьба за выживание, одиночное хождение по зоне запрещено, все бегом и строем из комсомольской песни, знаете, и там надо было просто выжить. Хоть всегда говорили, Бога нету, а все место писания с Библии, даже у нас в детской колонии на выходе из зоны надпись такая была, иди и впредь не греши, знаете, когда человек освобождается. Я всегда на эту надпись смотрел и думал, как можно отсюда выйти и не грешить. Я в детскую колонию очень балованный приехал, но в детской колонии нас так били. Сломали конкретно? Да, день пять раз нас били, чтобы подчинились администрации и все такое, знаете. А я там тоже балованный был, на коленях звезды воровские наколол, клятву давал, что никогда не встану на колени, знаете. И мои друзья, они как-то там хорошо себя вели, и все. Наши мамы из Кавказа проезжали туда, в Майкоп, четыре мамы, им всегда давали свидания, а моя мама, мы в папу большие пошли, маленькая была, и никогда не давали свидания, у него ни послушание, администрация, не работает, ничего. И меня там постоянно били, в день пять раз минимум били. У меня от удара пупок вылез, меня вывезли на больничку, знаете, по закону, если у ребенка что-то бывает в детской тюрьме, то его должны на гражданскую больницу вывезти. А меня вывозили, там рядом строгий режим был, Краснодар, поселок Плюсинхабль, и меня там резали операцию, новокаином живот обкалывали, знаете, новокаин, это самый слабый обезболивающий, руки-ноги привязывали, и вот так она мне операцию сделала, женщина, и брызги крови на ее халат, знаете, вот так операцию сделала, опять в детскую колонию привозят, опять непослушание, администрации, чем больше они меня били, тем больше просто у меня ожесточения было, сильно ожесточения, умру, ну не подчинюсь советской власти, знаете, вот такое у меня было, и можете представить, к 18 годам у меня была дистрофия в детской колонии, даже нас утром на зарядку выгоняли, да, даже зарядку не делал никогда, знаете, и 18 лет еще не было, 3 месяца до 18, в одиночку посадили, в одиночке вот так ждал своего 18-летия, и 18 лет мне исполнилось, друзья мои из детской колонии освободились за хорошее поведение, а меня повезли, во взрослую, во взрослую, далеко, во взрослую меня повезли, и можете такое представить, я когда во взрослую ехал, я сильно такой глушенный был, малолетка у меня забрала все здоровье, по ночам даже страшно было уснуть, там такой беспредел детской колонии происходил, да, я вот просто стесняюсь вам даже рассказать все подробности, что там происходило, ну очень жестко было, там у нас было четыре барака, и наверное вот из всех четырех бараков у нас человек наверное восемь было, которые не подчинялись администрации, знаете, остальные все ходили с троем, все с песней, с речевкой, у каждого барака комсомольская песня, вот такое, вот такое издевательство бывало над детьми. А какое отношение к Богу было среди этих всех, были какие-то проблески? Нет, нет, никаких проблесков в те годы, коммунистей, никаких проблесков я не слышал, и тем более там, чтобы кто-то в визаверу сидел, таких вещей вообще не слышно было. И вот так жизнь моя вот так потихоньку продолжалась, и когда во взрослую меня привезли колонию, можете представить, мусульманский регион, Кабардино-Балкарю, в каменьку меня привезли, и меня даже милиция боялась себя вывезти, меня привезли в такую зону, она, черная зона была, воровской ход, там такие воровскими идеями заправляла зона, знаете, а меня привезли с такой красной-красной, где всех ломают, знаете, вот такая, и меня боялась администрация выпустить в зону, в черную зону, где воровской ход. Начальник оперчасти вызвал меня, и говорит, ты за собой ничего не чувствуешь, ты, мол, ну, не сломан, а то боюсь тебя в воровскую зону выпустить. Тебя же там убьют, если узнают, что ты там в детской колонии или опущенный там, или повязку носил, ну, вот такое, знаете, я говорю, я ничего не чувствую, а у заключенных, у них же как почта, знаете, они все, еще тебя не успеют вывезти, они уже за тебя все знают. Каким образом? Как ты сидел в той зоне, подчинялся, не подчинялся, ну, сильная информация, все знают. У них такая... Даже мобильников уже не было на то время? Да, ни мобильников, ничего не было, ни сотовых, ну, знают все, все, что ты, как ты жил на воле, как ты жил в зоне, как ты что... Там КГБ работало конкретно. Все, все, все там сильно, самое сильное, это у заключенных, тем более у российских, знаете, и вот так меня, когда вывели в эту зону, воровскую, знаете, там милиция только заходила на проверку, знаете, или сядьте, или выйдите, дайте мы вас посчитаем, и больше она в зону не заходила. Заключенные... В зоне продавался, там, ну, разный наркотик, алкоголь, там, все, знаете, все было, знаете, и можете представить, они меня вот такой, вышел, они меня сразу к себе, его говорят, Суслан, малолетку чисто прошел, не подчинился, пионером не был, в армии не был, женат не был, стремись к воровскому, преступный мир, там, это наша, и вот так мне, знаете, вот эти воровские идеи, и подтянули меня, вот эти блатные заключенные, и мне нравилось, я с ними, знаете, там, кто в карты играл, кто что там, знаете, вот такая, но они все были на игле, я вижу, они постоянно в таком состоянии, а я иглу очень-очень сильно боялся, я с мамой в детстве с аппендицитом лежал, да, и медсестра заходила после операции со шприцом мне укол сделать, там, я от одного вида шприца мне просто плохо становился, чуть бы не сознание терял, я гума, давай выпишемся, все, я уже поправился, выпившись, лишь бы мне уколы не делали, кто бы мог подумать, что вот этот ребенок когда-нибудь возьмет шприц, знаете, а я ни одного наркомана, не знаю, который, многие люди думают, может, сразу человек берет шприц и колется, нет, сначала бывает с малого, сигаретка, венцо, пиццо, таблетка, и потихоньку, потихоньку до шприца доходит, и вот так вот, во взрослой колонии, я месяц на них смотрел, на этих взрослых заключенных, когда даже еще не брился, ничего, и они все на наркоте, знаете, и через месяц с Дагестана привезли, тоже из детской колонии, с Кизелюрта, парня, такого же, как я, с малолетки, тоже там, ничему не подчинялся, Абук его звали, мы быстро с ним подружились, общий язык нашли, знаете, и на них смотрим, на взрослых, и думаем, может, все-таки месяц мы на них смотрели, может, все-таки попробуем, и в любой момент бросим, знаете, насчет наркоты, насчет наркотиков, друзья, мы в эфире встречаемся с Аслан Караев, и наша беседа обращения с Асланом Караевым, вот так я, наверное, озаглавлю нашу встречу с тобой, потрясающее обращение к Богу с Асланом Караевым, продолжай, и так ты попробуй, да, и вот так мы на них смотрели, месяц взяли в тюрьме наркотик, знаете, даже мы его не могли готовить, одного взрослого заключенного попросили, он нам сварил, все, и вот они двоем укололись, у себя мой шприц лежит на столе, знаете, я вот хожу туда-сюда, знаете, по комнате, и думаю, сделать, не сделать, сделать, не сделать, и говорю, они говорят, что ты туда-сюда, я говорю, я, наверное, не буду, знаете, они говорят, да сделай все-то, милиция вон на проверку заходит, знаешь, надо шприц выкидывать, знаете, и я думаю, ладно, и так руку подставил, знаете, еще глаза прищурил, и вот так они меня укололи, и вот как дьявол вошел в меня, знаете, 18-летний парень, и вот это, такая энергия сильная была, я думал, вот все, что мне не хватает для полного, знаете, счастья, вот такой вот какой-то, смотри, Саслан, ты сказал, что как будто дьявол вошел, то есть есть что-то духовное, да, то есть это неправда, что человек чуть-чуть может попробовать, и потом дьявол его оставил, и все, нет, нет, то есть там духовно конкретно дьявол есть, есть, и вы можете представить, вот я сначала, когда его попробовал, от него сначала бывает какая-то энергия, ну сильная, каждому молодому человеку, вот эта энергия, она ему сильно нравится, это были просто первые несколько раз, а потом я уже как не мог вот без этого, знаете, вот как вот написано, вот сильно-сильно, что хочу делать, то не делаю, а что не хочу, то делаю, вот в таком состоянии, и мне, если честно говоря, если бы кто-нибудь из этих заключенных бы сказал бы, что у меня эта игла преступной жизни ближе не сделает, знаете, я бы ее не попробовал, но я думал, что вижу, они такие авторитетные заключенные, все на угле, просто за ними повторил, вот как попугай, знаете, если бы мне кто-то объяснил, что это, ну, преступной жизни ближе не сделал, я бы не укололся, но вот так укололся. То есть ты можешь сегодня на весь мир кричать, прямо в объектив, о том, что даже не думай подходить, даже в руку не бери. И вы можете представить, вот так думал, попробую, и в любой момент брошу, но в жизни все можно попробовать и бросить, ну, наркотик, если человек пробует, да, он его уже не бросает, знаете, и вот так вот. Кроме сверхъестественного вмешательства. Кроме сверхъестественного. Мы еще до этого дойдем, и вы можете представить, вот так я в зоне стал наркоманом, и у меня даже в зоне фотография висела, там несколько стендов было, грубый нарушитель порядка, но это у меня еще с детской колонии, а вот и склонник к наркомании, это я уже там во взрослой получил, милиция меня признала, что я склонник к наркомании, это сейчас много в зонах наркоманов, а тогда единицы еще были, знаете, и вот тогда еще в те годы висел склонник к наркомании, и вот так я первый срок освободился, мама с папой. Сколько тебе было на то время? Ну вот. Двадцать с чем-то? Да, двадцать с лишним лет, и вы можете представить, мама с папой меня встретили, ну, думали. Ты говоришь, первый срок, у тебя еще и второй был? Ребенком сел, знаете, за ум взялся там туда-сюда, а еще тем более, не зона освобождался, постоянно карцер, изолятор, карцер, изолятор, и последние полгода мне оставалось сюда освобождение, я сидел в буре, это барак усиленного режима, неделю раз спецназ заводили, даже удары отрабатывали от нас, знаете, подвальное помещение, полгода дневного света не видишь, знаете, это вот дают тем, кто там, карцер не меняет человека, десять, пятнадцать суток, если ты не справляешься, то тебе дают там месяц бура, или три месяца, или самое больше шесть, а мне ни месяц, ни три, сразу шесть до конца срока, я вот освободился, вот с этого подвала, 24 декабря, от дневного света, и еще тем более, снег на земле был, да, аж глаза болели, и мама меня встретила с папой, все такие радостные, думают, ребенком сел, за ум возьмется, и домой меня везут, такие радостные, все, а я наркоман, в голове, кроме наркотика, ничего нету, и вы можете такое представить, они меня домой привезли, и дома родственники, по маминой, по папиной стороне, папин брат родной, в горах у нас живет, знаете, там глубоко в горах, чабан, барана привез, там сыр осетийский, там хлеб, пироги, вот такой, знаете, каждый день, там кто что мог, окружили, а у тебя в голове одно, да, а у меня в голове этот наркотик, думаю, интересно, где в Осетии можно взять, наркотик, знаете, но меня посадили, столько лет прошло, думаю, где интересно взять, и на них, на всех смотрю, они такие радостные за меня, а я на них смотрю, думаю, вот бы вы быстрее бы разошлись, я думаю, где интересно взять наркотик, и вот так они мне деньги, деньги понадарили, знаете, и они разошлись, тогда еще сотовых телефонов не было, ну, папа коммунист был, знаете, и у нас был дома стационарный телефон, знаете, с проводом, тогда в то время, тоже эти телефоны стационарный не в каждой семье было у нас 12 подъездов было пятиэтажка ну наверно у человека в 5-6 было со всего дома это стационарные телефоны на с проводом знаете я одному парню он с детской колонии освободился думаю интересно как он что ему набрал знаете и он алан его звали бекузаров и вот так вы можете представить пришел с одним парнем мы взяли наркотик знаете и пошло поехал и а так пошло поехала да и меня в первый же день вот так поймали наркотику свобода первый же день можете представить что взяли наркотик в одну квартиру зашли да я маме бужчат я приду да и в одну квартиру зашли да и и там нас приняла милиция а наркотик у меня и нас повезли в отдел в отделения думаю они за себя переживал думала сейчас у мамы просто инфаркт будет знаете и тем более наркотик у меня, и уже в отделение заходим, знаете, и там милиционер один увидел меня, говорит, ты что, Суслан, освободился? Я говорю, да. А где твоя справка об освобождении? Ты почему там на учет не встал? Я говорю, Магомед, не знаю, я говорю, хотел принести, не знаю, за что меня вообще поймали. Он говорит, а ну давай, быстро принеси, вы можете представить, он сам меня выгнал с отдела, знаете, и вот так я ушел, и вот так меня не посадили, знаете. Случайно вообще не посадили. Ну, все равно наркотик, это такая тема, да, оно заставляло грабить, обманывать, красть, на все, что угодно. Сколько лет это продолжалось? На все, что угодно, знаете. Потом меня все равно второй раз посадили, третий раз посадили. Посадили второй раз? За наркоту? Да, наркотики, кражи, и ну раз даже кражу милиция не может доказать, знаете. Тебя садят. Да, и наркотик мне насовывали, и все, знаете. И один раз помню, меня, знаете, милиция арестовала, она мне кожаная куртка, деньги, знаете. Откуда такие деньги? Откуда у тебя такая куртка, знаешь, ты не работаешь, наркоман, знаете. И кражу не доказывают, наркотик насовывали. И у меня младший брат еще был, а младший брат у меня спортсменом был, боевой самбо занимался, такой, знаете. И вы можете представить, когда ко мне наркоманы приходили на свободе, знаете, моего брата, друзья, все спортсмены были, и они били наркоманов. Говорят, наркоманов надо бить. И били сильнее, чем милиционеры, знаете. Вот такая тема. Я всегда за своих друзей заступался, я говорю, у каждого свой выбор, зачем вы их бьете, знаете. И моего брата, друзья, все стали нюхать героин, знаете. Героинь, мода спортсменов, все начиналось нюхать, знаете. А нюхать, это когда денег много. И вот так они потихоньку, потихоньку стали все употреблять употреблять углу, и стали так колоться, сильнее тех, кого били. Вы можете представить. И потом с младшим братом нас вместе сажали. Да, у меня три судимости, а у младшего брата пять, знаете. И когда ты очередной раз на зону возвращался, тебе как своего принимали. Да, мне, честно говоря, вот как-то в тюрьме даже чуть-чуть... Лучше было. И лучше, и легче как-то было. А на свободе вообще как-то, как изгой общества был. И у нас дома три комнаты было, да. Мы своих родителей коммунистов, да, вот живьем в могилу загнали. Три комнаты было, да. Одна комната так была сделана, милиция в квартиру влетала. Они даже, ну, не понимали, что есть еще одна комната, знаете. Моя мама не носила передачи. Прошу прощения. Я чуть, я подброшу перца чуть-чуть в прямой эфир. С твоего разрешения, хорошо? Так, а ну-ка, кто-то из ребят подойдите, пожалуйста, к камере. И ты потом продолжишь. Мы эфир не окончили. Подойдите, пожалуйста, к камере и мы приблизим это. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. Караев Сослан... Асланбеков, да? Асланбекович. Служебное удостоверение. Пожалуйста, приблизьте, вот, приблизьте. Можно я тебя характеризую, Сослан, ходячим чудом? Чудом на ногах. Что Господь сделал? Видите? Вот, друзья, вот это вот. Это такой, как он называется? Бэтч у нас называется. И это удостоверение управления по Республике Северной Осетии начальник управления. На сегодняшний момент ты являешься при президенте Российской Федерации. А ну-ка. Ну, это антинаркотическая комиссия при президенте. Антинаркотическая комиссия при президенте Российской Федерации. Поэтому я специально персу чуть подбросил. Кем человек был и что мог Бог сегодня сделать, что Бог сегодня делает. Итак, продолжай. И вот так вот мама наша, она мне носила передачи всю мою жизнь, знаете. И потом с младшим братом нас вместе сажали. Мы один раз вместе даже сидели. И моя мама один раз такой даже случай рассказывает. Я говорю, она инженер-конструктор. Рано утром на работу уходила на заводе. У нас завод там, электроцинк. И вечером приходила. И всегда соседи ее обсуждали. Мать тюремщиков, наркоманов. Она же, мама, не учила ни колоться, не пить, не курить. Вот такая у меня мама очень такая добрая, порядочная женщина была. Всю жизнь в косынке проходила. И вы можете представить, она говорит, один раз в тюрьму, перед работой несу вам передачи, две передачи на трамвае, там все. И уже после тюрьмы иду, и машина останавливается. Мой начальник на заводе увидел. Говорит, Клара, ты куда в такую рань с такими сумками? Давай, я тебя подвезу. Я, говорит, хотел, чтобы он меня подвез. Ну, стеснялась сказать, что к тюрьме детям передачи несу, знаете. И вот так вот жизнь моя продолжалась, да. И к 32 годам, да, последний раз, когда освободился, я просто физически умер, знаете. У меня не стало ни одного зуба. У меня глаз зашитый, на животе три операции, на спине ножом, рука ножом, туберкулез, открытая форма, эпилепсия мозга была. Я вовремя не употреблял, язык глотал. Вен не стало, вены все сжег, не снимая джинсы, по мышце колол. Потом мышц не стало. Вот какие вы меня сейчас худым видите, я вообще скелет был. В больнице лежал, и этот медсестре врач говорит, сделай ему вот такое, такое. Медсестра говорит, куда делать? У него ни вен, ни мышц нету, ноги опухшие были, обувь не налазилась, в порванных тапочках от меня воняло, растворителем и водкой. У меня не было даже российского паспорта. Три справки об освобождении и аттестат детской трудколонии Майкопа. Я даже в армии не был. И вот к 32 годам я полностью, как коммунисты говорили, Бога нету, человек это обезьян. Я был похож на обезьяну. И вот иной раз лежал, да, и размышлял, вот бы мне жить, начать сначала. А как ее сначала начать? Думаю, зачем я рано курить, пить, колоться? Думаю, для чего мне это все надо было, знаете? Я стал завидовать людям, как они не употребляют, как они трезво живут, чему они радуются. Вся моя радость в жизни была, это шприц, бутылка, сигарета, знаете, вот такое. Когда я начинал наркотики, я думал, как такое люди, такое это не знают, знаете, я себя таким, этим умным думал, знаете, это привело меня к тому, вот это все потихоньку, сигарета, винток. То, что ты уже сидишь в Америке, на американском континенте, после того, какую жизнь ты прожил, это уже огромное чудо. То есть, я очень редко, за свою многолетнюю практику жизни в Америке, я очень редко слышу, чтобы такого рода персонажей пускали в Америку, и не только пускали в Америку, мы чуть позже поговорим об этом, ты проповедуешь в американских тюрмах, во многих российских тюрмах, на постсоветском пространстве. То, что ты уже сидишь, друзья, вот 30 минут вы услышали, каким человек был, и если бы не Бог, ты не мог бы попасть в Америку, никаким образом. Я полностью все знаю. И как некоторые из вас могут говорить, брать смелость и говорить, что нет Бога? Как после того, что вы услышали и увидели, в лице Саслана, как некоторые из вас набирают наглость и говорить, что нет Бога? И так продолжать. Но вот момент покаяния, это мы к кульминации подошли, что ты уже все, там уже все, мертвец. Матери сахарный диабет там. Отец у меня уже на пенсии стал на старости лет даже чуть-чуть выпивать, знаете. И вы можете такое представить. Младший брат у меня, у нас у обоих туберкулез, младший брат у меня умер на моих глазах, мы разговаривали, он так умер. А старший брат у меня в тюрьме не сидел, но мы оба с младшим туберкулезом болели, он от нас заразился и так умер. Умер? Да, сестре 17 лет было, она замуж вышла, знаете, и вот так вот, и один остался, знаете, и можете представить, лежал и размышлял, вот бы жить начать, а как ее сначала начать, знаете. Я 25 лет курил, 15 лет кололся, и вот в таком состоянии находился, и пришел, все равно не мог наркотик оставить, знаете, вот как машину бензином надо заправлять, меня так надо было наркотой заправлять, наркотик, а и уже стал пить, и так сильно пил, что вообще, и представляете, один раз я встретил своего друга, да, на одной квартире, там героин продавали, а пришел туда, как старый дед, я думал, его давно или убили, или посадили, и он мне говорит, Суслан, тебя, говорит, любит Бог, я на него посмотрел, знаете, думаю, ничего себе, думаю, такой парень был, я сначала думал, милиция ему голову отбила, думаю, такой парень был, вспоминал наши беззакония, как с ним там наркотику потребляли, Гена, Гена его звали, он говорит, тебя, говорит, любит Бог, я еще на корточке сел, сигарету куру, на него смотрю, а он мне с таким дерзновением свидетельствовал за Иисуса Христа, тем более за Иисуса Христа, не за нашего, астинского Бога, за Иисуса Христа, я его слушал, слушал сигарету, курил, встал с корточек, по плечу его похлопаю, я говорю, ладно, я говорю, пойду, а ты, говорю, поправляйся, поправляйся, и ушел, и знаете, наркотик взял, употребил, и сижу, и размышляю, думаю, ну как поправляйся, думаю, значит, есть какая-то сила, которая может поменять человека, моя мама, у нас на Кавказе много колдунов, там, талисманы, иконы, на воде колдовали, чтоб бросил наркотик, ничего не помогало, знаете, а тут, представляете, такой же, как я, что даже не курит, а я еще его назвал, что он погнал что-то, знаете, думал, милиция голову отбила, знаете, думаю, как отбила, значит, есть какая-то сила, и думаю, как я у него не спросил, где он, что он, и мне вот так, божьим чудом, да, нашли его телефон, я ему позвонил, и он меня пригласил в церковь, я первый раз пришел в церковь, в каком городе это было? в церковь, там у нас на Кавказе, первый раз я пришел в церковь, мое понимание, всегда церковь была, это где батюшка, у меня младший брат вышел-сел, вышел-сел, мне друзья говорят, Суслан, а ты, говорит, в церковь сходи, когда еще, я зашел в церковь, в те годы еще, батюшкам, купил самую красивую свечку, самой красивой иконе, подошел, в уколотом состоянии, иконе говорю, я говорю, слышь, усмотри, там у меня братуха сидит, чтоб там все ровно было, все мне некогда, я пошел, знаете, я всегда думал, церковь, это вот купола, где батюшка, и тут он мне какой адрес сказал, я туда как старый дед, можете, от меня воняло, растворителем и водкой, 32 года, 25, курю сигарета, для меня вообще была, это как соска, я в детской колонии курева не было, мы веник курили, от туберкулеза кашляю, мокрота выходит, сигарету, курю, знаете, я мог в зоне пайку хлеба, на сигарету поменять, сказать, на, вот ты покушай, а я покурю твою сигарету, такая одна зависимость табака была, и я пришел, представляете, там группка людей сидит, да, группка людей, и человек, а моя вот душа, она искала, вот по ходу спасения, знаете, и группка людей, да, и человек проповедует с кафедры, это сейчас я знаю с кафедры, ну, говорит там слова из Библии, я его слушал два часа, я вообще ничего не понял, вообще ничего не понимал, и в конце я его хотел спросить, и он на меня посмотрел, да, ну, я в очень ужасном состоянии был, да, и он мне говорит, мне нечем с тобой разговаривать, я не знаю, может он меня испугался, может что, и я думал, точно Бог не для меня, знаете, а гены не было, он пришел в конце служения, я говорю, куда ты меня пригласил, и он мне говорит, Суслан, не обижайся, тебе нужно репцентр, я говорю, что такое репцентр, такие же, такие же, как ты, ребята, говорит, сидевшие, наркоманы, алкоголики, а сегодня даже не курят, как не курят, и он договорился, и у нас в горах репцентр, глубоко в горах поселок Холст, и меня туда подняли, на скорой помощи, у нас такая машина, и меня туда подняли, врачи, наркологи, меня подшаманили кое-как, и я вот с таким пакетом, прима, сигареты, прима, от фильтровых, не накурился, приму, по ночам вставал, и курил, и вот с этими сигаретами еду, и один вопрос я им задавал, там есть хоть один, такой, как я, и не употребляет, есть, я говорю, мне очень интересно, с таким пообщаться, и вот еду, как старый дед, кашляю, машина останавливается, кто в туалет, то что, я сразу курить, и когда меня туда привезли, там человек 15 ребят было, и одни там еще недавно приехали, там ребята новенькие, они там между собой рассказывали, ты что колол, ты где сидел, сколько сидел, мне их вопросы не интересовали, я увидел таких же, как я сам, там заключенных наркоманов, там, и совершенно с другими глазами, начал с ними знакомиться, ты как сюда попал, а вот попал, свою судьбу мне рассказал, молились, общались, сигарету, как отрезало, я говорю, ты, наверное, мало курил, поэтому тебе отрезало, думаю, мне как может, но я все равно, его свидетельство, меня сильно задевало, я же говорил, что я думал, если все-таки Бог есть, он пришел к хорошим людям, к милиционерам, к врачам, таких, как я, точно не слышал, а тут такие, как я, мне свидетельствуют, что их Бог вот так коснулся, освободил, я всегда думал, свобода, это когда начальник тюрьмы, справку об освобождении, подписывает, другое слово, свобода, его ни к чему нельзя было применить, знаете, и вы можете представить, я как старый дед по стенкам, у нас там бильярд, теннисный стол, парилка есть, знаете, там раньше шахтеры жили в горах, шахтерский поселок, шахты закрылись, когда коммунисты распались, а шахтеры уехали, дети уехали, и от школы сделали рыбцентр, знаете, там ни магазинов, ни автобусов, ничего, хорошее такое место, знаете, и вот так второй день с другим смотрю, и тот не кура, там одни подкуривали, там другие не курили, вот которые не курили, мне с ними интересно было, а ты как не куришь, а почему, а что, и он мне тоже свою судьбу, и каждый день, я просто восхищался, я стал завидовать им белой завистью, ничего, а как твой лексикон менялся, лексикон менялся, он еще, он у меня не менялся, я с ними разговаривал, вот так, и каждый день, вот так, неделю, каждый день, я с каждым парнем знакомился, я в жизни ни одной книги не прочел, тем более Библию, я сидел в коммунистические времена, у нас розеток даже в камере не было, у нас еще литература заходила, мы на ней чай варили, чистый, крепкий чай, знаете, никогда мне, много при мне заключенных было, которые любили читать, там, и Ленина, и Карла Макса, и Фринда Ренгель, мне никогда не приходилось читать, знаете, и можете представить, и в репцентре, ровно неделю я с ними общался, и каждый день восхищался, что я сильно уставший был, сильно, мои уставшисти, меня грех полностью разорвал, у меня ни тапочек, ни зубной щетки, у меня ни одного зуба нету, знаете, и неделю общаясь с ними, у меня просто детская вера появилась, что и со мной такое может произойти, знаете, я зашел в свою комнату, где ребята мне дали спать, да, и вот так встал на колени, а я по ночам, у меня там в репцентре даже сигареты не забрали, старший центр мне говорит, Суслан, мы знаем, что Бог всемогущий, но что тебе поможет, мы даже не верим, я говорю, я сам не верю, что меня может что-то поменять, знаете, но неделю общаясь с такими же, как сам, да, я зашел в свою комнату, и встал на колени, у меня на коленях звезды воровские наколоты, я в тюрьме клятву давал, гордился, что никогда не стоял на колени, что нигде милиция не заставила не работать, ничего, да, и вот этих звездах я встал на колени, самая детская молитва, так в потолок смотрю, я говорю, все эти люди правду говорят, что ты есть, вот он я, я устал жить такой жизнью, я говорю, это сигарета, мне как соска, и на тумбочку показывает, там полный пакет сигаретоприма, русские сигареты, это самые такие термоядерные, я отфильтровок даже не накуривался, и вот так помолился перед сном, знаете, и лег спать, и утром проснулся, первый раз ночью не проснулся, я по ночам обычно вставал в репцентре и курил, а тут ночью не проснулся, после той молитвы, да, утром встал, иду в умывальник, знаете, шагов пять сделал, и поймал себя на мысли, что-то я не сделал того, что много-много лет сделал, и поймал себя на том, что меня не тянет курить, вот так Бог первое чудо показал, он без всяких усилий освободил меня от табака, и моей радости, просто не было конца, я как ребенок ходил по репцентру, говорю, точно есть Бог, точно есть Бог, и там ребята, которые новенькие были, да, они говорят, ты, парень, говорит, с ума сошел, знаешь, парень, погнал, вот такие слова они говорят, а мне все равно было, погнал я или загнал, я на физическом уровне Бога на себе ищу, у меня кашель стал проходить, ноги, мне по туберкулезу даже снимки сделали, врачи говорят, такие дырки, как у тебя были, они не заживают, ладно, зажили, должны рубцы остаться, у тебя даже рубцов, у меня дырки со спичный коробок были, еще каверна, как сито, знаете, и мне сделали направление в онкологию, томограмма называется, лежа положили, и вот так сделали снимки, чистый и легкий, опухоль стала проходить, жиль Господь, опухоль, и к нам, я уже думал, вот эту радость, рассказывать таким же, как я, зэкам и наркоманам, оказывается, Бог нас слышит, и видит таких, как я, и к нам в реабилитационный центр приехали два тюремных служителя с Волгограда, и они рассказывали, как Бог их в тюрьмах использует, как они заходят, и еще один тюремный служитель такое слово сказал, Иисус, говорит, придет на эту землю, говорит, и отделит, говорит, овец, говорит, от козлов, думаю, за каких козлов, он говорит, без Бога никогда не хотел быть козлом, а еще с Богом можно остаться, ну, вот так как-то он меня зацепил, знаете, я им подошел, рассказываю, я тоже, как бы хотел тюрьмы посещать, паспорт есть, я говорю, у меня паспорта даже нет, все учеты у меня, туб больница, псих, нарко, три справки об освобождении, даже в армии не был, в поезде никогда не ездил, только в Столыпень, знаете, и вот так, ты, говорит, молись, я вот так стал молиться, прилепился к церкви, знаете, я даже помню, церковь самый первый приходил, всем свидетельствовал за Иисуса Христа, знаете, прихожанам, новеньким, неновеньким, во дворе, где жил, везде мне хотелось, даже помню, пришел как-то, самый один из первых церков, знаете, и смотрю, люди собираются, один на лавочке, паренек такой сидит, чуть старше меня, чуть-чуть грустноватый, знаете, я к нему подсел, знаете, и ему как начал свидетельствовать, он так повернулся, и мне говорит, ты, говорит, знаешь, я, говорит, дякон, думаю, кто такой дякон, знаете, думаю, может, молодежь какую-то эту, новую мазь придумала, я, говорит, а дякона тоже Бог любит, знаете, и дальше ему свидетельствуют, и вот так Бог положил мне тюремным служением заниматься, начал паспорт сделать, никогда не работал, знаете, ни в тюрьме, ни на свободе, так сделали мне, сварщиком устроился, Бог научил сварки, знаете, потом сварка закрылась, в охране работал, знаете, а потом, и вот, когда работал и сварщиком, и охраной, тюрьмы посещал, знаете, моя первая тюрьма была на Кавказе, я зашел в тюрьму, да, и не знал, с чего начать, знаете, первый раз трезвый, ни уколотый, не пьяный, ни накуренный, и заключенные из барака выходят, нас прям вовнутрь заводят, знаете, думал, с чего начать, и один заключенный из барака в такой кепке вышел, и на меня идет, я думал, что он от меня хочет, и ко мне идет таким этим шагом, и между нами метра два осталось, он вот так руками развел, и говорит, сос, ты что, говорит, живой, что ли, я еще тем сроком слышал, что тебя похоронили, я, говорит, этот мир меня похоронил, а Бог меня воскресил, и подарил мне новую жизнь, и этой новой жизни, я сегодня пришел поделиться с каждым заключенным, и вот с этого началось, знаете, и сварка работал, сварщиком, отпуск без содержания брал, тюрмы, тюрмы, за Кавказ стал молиться, потом за Россию, потом узнавал тюремные конференции в Краснодаре, потом в Москве тюремный конференции, туда стал приезжать, у братьев стал учиться, как они в тюрмах двигаются, знаете, а в Бога уверовал, я честно говоря, даже милиционеров никак не мог полюбить, думал, всех любить буду, но их никак не получается, словами говорю, что люблю, а у самого непрощения, знаете, и Бог так сделал, он стал возить меня в Соликамс, Белый Лебедь, на пожизненное заключение, и первый раз, мне когда туда, в Белый Лебедь, в Соликамс привезли, да, их вот так, наручниками к стулу прикручивать, собака гавкать, до тех пор, пока заключенный на калидоре, запах формы специфический, и одного маньяка вывели, и он говорит, я говорю, благодарю Богу, что хоть милиция меня остановила, я до такой степени озверел, резал всех подряд, и женщин, и детей, как наркоман, от наркотиков удовольствие получает, я говорю, от крови человеческой получал удовольствие, и сам остановиться не мог, благодарю Богу, что хоть милиция меня остановила, и когда он эти слова сказал, про милицию остановила, внутри такой голос, такое понимание пришло, Суслан, а сколько сегодня таких отморозков, которые проливают невинную кровь, давай эту всю милицию, которую ты ненавидишь, уберем вообще структуру милиции, стюрм уберем, гаишников уберем, всех, что будет на этой земле, знаешь, и для меня милиционеры, стали обычными людьми, они в Боге нуждаются, больше, чем заключенные, и кстати, ты посещаешь так же, насколько я знаю, и сегодня я посещаю тюрмы, там где сидят души, все режимы, 12 лет уже, 13-й год, я посещаю тюрмы, детские, женские, пожизненные заключения, можете представить, так сделал Россию, там где генералы милиции сидят, да, я посещаю тюрмы, где у нас в России, милиционеры бывшие, милиционеры отбывают наказание, полковники, майоры, генерал один есть, один есть, даже начальник зоны, вот такая тема, и бывший заключенный к ним заходит, я говорю, вы когда-нибудь думали, что бывший заключенный будет к вам заходить, и на путь истинный вас ставят, знаете, я им предлагаю после освобождения реабилитационный центр, у нас сегодня реабилитационные центры не только для наркоманов, алкоголиков, и для заключенных, и после охраны я закончил социологию, социология, психология в сфере наркомании, и мне, мои врачи, где я сам много раз лежал, предложили работать в наркологической клинике, знаете, и сегодня я работаю в наркологической клинике, вау, это удостоверение, Оно мне дает право От моей наркобольницы Сегодня в России протестантам запретили Посещать тюрьмы Смотрите, какой красивый ты сегодня Запретили Только православные Православные батюшки От моей больницы есть разрешение Я захожу заключенному Предлагаю реабилитационный центр Сегодня много есть заключенных, которые устали Которые уже не хотят ни воровать, ни грабить Но они не знают, как по-другому И мы им предлагаем Я никогда в жизни не мечтал Мне мама в детстве говорила Учи Суслан английский, учи Агума Да зачем мне этот английский понадобится Мама тебе говорила? В детстве мама у меня с высшим образованием Инженер конструкции Учи английский То есть пророческий она уже говорила? Пророческий, учи Агума Ну зачем мне понадобится Где я, Северный Кавказ И где вообще Америка Ну зачем мне зря время проводить А как тебя пустили в Америку? И когда меня в Америку, я вообще сам никогда и не думал и не мечтал У меня там на Кавказе есть один близкий знакомый Коля его зовут Титр Николаев У него мама здесь, между прочим, в Калифорнии живет И Коля раньше тоже такой образ жизни вел беззаконие Все, мама 20 или 30 лет назад ее сюда забрали Верующие, она им Коля и другому брату квартиры продала Напополам поделила Они их оба прокололи Знаете, а сейчас они оба служители от церквей У них жены, дети есть Такие братья вообще Мне до них еще очень далеко, знаете И мама 5 лет с Америки приглашение присылает И он в Москву ездит на собеседование И 5 лет Москва ему отказ делает А тут можете представить Я был очередной раз участвовал в Соликамске В Белом Лебеде на Пожизинном Уже 12 лет туда ездил И администрации никогда не говорил Выведите кого-нибудь заключенного с Северного Кавказа И мне этот раз я набрался смелости Я говорю, выведите Там много с Северного Кавказа заключенных И мне говорят, соседи, соседи И вывели мне одного ингуша Адам Цуров, он 16 лет назад взорвал наш центральный рынок Во Владикавказе, можете представить И он там, мне его вывели Он говорит, осетине Я говорю, да Я же, ты ингуш, говорит Ваш рынок взорвал во Владикавказе Столько много людей там погибло Мы же с тобой враги Как ты ко мне, как к врагу приехал Я говорю, не как к врагу, мы к тебе приехали Я говорю, а человеку, который заблудился в этой жизни Остины не такие, какими тебе представляли Я говорю, где ты живешь в Осетии Он мне сказал адрес, знаете Я говорю, мы проведаем твоих родителей Проведали родителей И я позвонил туда В Соликамск, там женщина одна есть Знакомая по правам человека И она мне сделала свидание Три дня И привез маму и другого брата На свидание И по жизненнику дали свидание Говорю, это наш Бог Нас этому учит, знаете И вот так он просто Я говорю, после вашего приезда Просто раскаиваюсь О том, что я сделал Это террорист И мы обычно там зимой бываем А летом там столько комаров бывает Соликамский Вот как в мультике Пчелиные улей тронешь, знаете И пчелы вылетают вот так в глаза И вот так вот летом Это их отвез родителей И еду в Москву А с Москвы в Беслан Думаю, быстрей бы домой И в Москву приезжаю Там мои знакомые говорят Суслан, давай мы тебе визу в Америку Я говорю, да что зря время проводить Коля пять лет почти ездит Ему отказ делает А у него там мама У меня никого нету, знаете Вот такая тема И говорят, у всех по-разному бывает И они мне заплатили госпошленность У меня даже не было На что заплатить Ни пошленности, ничего И мы говорят, заплатим Только собеседование сам И зашел в посольство Там москвичи с портфелями И два консула Женщина-американка И темнокожий, знаете, сидит Я еще думал Вот бы к темнокожему Он черный, я черный Думал, может что-нибудь нет А я же знаю Там один из первых вопросов Судимости Я прошу прощения Судимости ничего нету Подскажите мне Мы не добавим 10-15 минут Нет, не получится У нас осталось Две минуты И мы уйдем из эфира Нас просто делали И вот так мне сделали Не спросили Ни судимости Ни что Кем вырагу С отработником Чем это связано Я купощаю тюрьмы Она открыла Мой загранпаспорт А там В востоких странах Были ни одного нарушения И мы одобряем И дали визу на 3 года И вот так я приехал В Америку По милости Божией Сегодня в Америке И по милости Божией Я сегодня у вас На передаче И хочу закончить тем Пожалуйста Что есть выход Таким, как я И прошу сегодня Что есть выход Этот выход Иисус Христос Что сегодня верующие люди У меня в подъезде Верующие жили И они ни разу Мне не сказали За Иисуса Христа Они наверное На меня смотрели Говорили Да этому ничего не поможет Знаете А я сегодня Такого Бога узнал Знаете Если б таких Как мы не было Наркоманов Алкоголиков Зэков Иисус бы на крест Не пошел Я говорю Пришел к грешникам А не к праведникам Я сегодня Прошу людей Чтоб не молчали А говорили таким людям Наркоманам А мимо никогда Не проходили Жил Господь 530 Твой телефон Ты будешь месяц Еще в Америке 530 724 1888 Я более чем уверен Что ряд из вас Или ваши близкие Или родные Проходят Такой долиной Находятся в такой западне Ты с удовольствием Консультируешь Молишься Я знаю С такими людьми 530 Спасибо друзья Что вы были с нами Иисус Христос Любит вас Мы так же Любим вас Оставайтесь с нами На импакте Всего хорошего Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому